Привет! Компания ZAPKIA. Сегодня март у нас на дворе, весна закончилась. Перед нами автомобиль KIA Sportage 2013 года выпуска с пробегом 95 тысяч с легендарным двигателем G4KD. Идут штуки. Много очень комментариев нам оставляют, что мы разводим людей. Обманываем их. Не об этом будет видос. Видос будет о том, что человек сам к нам приехал. Он состоит в клубе KIA Sportage. Они нас смотрели. Он приехал и сказал, хочу загильзоваться, потому что стук реально идет, даже если кто-то не слышит и не верит. И хочу поставить масляные форсунки. На данном автомобиле у нас куча видосов по этому двигателю. Но ни разу, ни разу мы не ставили масляные форсунки. Все писали, все советовали. И вот он их сам привез, приобрел. Форсунки уже идут от ИНА двигателя. От четвертого Sportage он заказал, привез. Ну дети, рассказывать вам, как снимается двигатель мы никому не будем. Это такое краткое вступление к тому, что будет показано. А показано будет следующее. Как врезаться в масляный канал, как устанавливаются масляные форсунки и номера этих запчастей, для того, чтобы привести машину в порядок. Поэтому на данном моменте мы с вами прощаемся. Уже встретимся возле сверлильного станка с разобранным двигателем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, прошли там несколько часов, дней, минут. Мы с вами, как обещал, встретились у сверлильного станка. Двигатель разобрали. Стандартно все, задиры. Поршня под замену. Будем менять вкладыши. Вкладыши с выработкой очень довольны. И основное это видео чему посвящено? Посвящено установке масляных форсунок. Все спрашивают, все просят. Вот исполнили на КДшном блоке. Начнем сдалека. Сам хозяин привез нам форсунки. Сейчас вот покажу. Вот так она выглядит. Это форсуночка. Вот она. Это болт крепления форсунки. Клапан, вот видите, выполнен вот здесь. Вот он шарик не пускает. Вот так это выглядит. Форсунка, вот она с номерком, взята. От следующего поколения, от Sportage, уже от четвертого. Это двигатель G4NA. Мы немножко поспешили и по неопытности. И, как вам сказать, выполнили сперва гильзовку. И решили, чтобы время не терять. И форсунки поставить после гильзовки. И сейчас расскажу, в чем была наша ошибка. Мы не сможем сейчас установить вот эти именно форсунки. Уже здесь мы вставили три, попробовали, все проверили. Вот они так будут стоять. Оставили вот одно место на первом цилиндре, чтобы вам показать, как это все-таки делается на нашем сабдеповском станке, самом лучшем в мире. Итак, вам для того, чтобы эту форсунку установить, именно и нашу, придется прибегнуть к услугам аргонщика. Потому что форсунка примерно, ну, вот так вот должна стоять. Вот так, плюс-минус. И получается, видите, нету площадки для болта крепления самой форсунки. Нужно будет аргоном наваривать площадку, ее потом торцевать, ну, также нарезать резьбу и исполнять. Мы же уже загильзовали вот они. Смотрите, вам, наверное, уже видно, что хон, все прям девственно. Что получается? Испугались, что если начнем аргоном здесь работать, может повести цилиндры или гильзы. Нам было все-таки, если пробовать, то до гильзовки. Ну, что, не ошибается тот, кто ничего не делается. Поэтому в процессе ремонта было принято решение, мы уже, был опыт, взяли, в общем, ребят, форсунки от двигателя Г4КЕ. Сейчас я покажу. Вот она у меня в руках, вы их две видите. Тут немножко другое устройство у нас получается. Смотрите, это вот получается сам клапан, болт, видите, он сделан так. И он с резьбой. И непосредственно сам распылитель, в который этот клапан вставляется. Получается, здесь сделано более интересно. Вот это штифт крепления. Там достаточно, не знаю, нескольких миллиметров. Нагрузки на эту форсунку нет, она не провернется. Просто делается, вот, ну, увидите сейчас на видео, точечка, куда этот кончик крепится. И основной плюс того, что вы, когда просверлите дырку, прям в теле нарежете резьбу и затянете форсунку. Это будет исполнено. Вот будут использоваться шайбочки. Уже рассказывали, для чего они. Нижняя шайба, она выровняет поверхность. Не будем отдавать, торцевать. Хотя был тоже это вопрос. Каешный двигатель уже так сделали. Все ездит. Человек уже проехал 10 тысяч. Никакой там в пружке. Все держится. Все отлично. Еще какой нюанс. Показывали вам на Каешном моторе, когда делали это все-таки КД. На поршне, там, под масляную форсунку, вот здесь есть выемка. То бишь, чтобы он ее не снес. Потому что ход поршня может ударить. Здесь на КДшном все замерили. Он даже за пределы цилиндра на миллиметр. Вот юбка не выходит. Поэтому не пугайтесь. Ничего цеплять не будет. Ни почему бить не будет. Кому интересно, кто будет заморачиваться, смотрите. Вот это номера форсунок Каешных, которые тоже сюда подойдут. Вообще отлично. Если в интернете кто ищет, прям уже местные торгаши все указывают, что КАЕ, запятая КД, подходят, берите. И это вот непосредственно сам болт или клапан масляный, который вам потребуется здесь. Его тоже, видите, уже подготовились мы. В общем, сейчас теория заканчивается. Начинается практика. Наш автомеханик Максим, безмолвный сверлильщик, на ваших глазах сейчас вырежется в масляный канал, высверлит, нарежет резьбу, сделает крепление и закрепит масляную форсунку. Остается два последних нюанса. Первый, смотрите, тоже как и там. Вот сейчас давайте с этой стороны посмотрим. Вот здесь вот, видите, вот есть заглушечка. На 10, да? Да, здесь шестигранник. Шестигранник, да. И вот здесь вот с другой стороны тоже. Они стоят на резьбовом герметике, очень тяжело откручиваются, можно погреть, откручиваются. Вот она, смотрите, эта пробочка, вот она выглядит. Также на резьбовой герметик посадим. Для чего открутили? Вы сверлите, вся стружка идет в этот масляный канал. Необходимо хорошо помыть, продуть. Мы сейчас форсунки врежем, тянем их 2 килограмма, да, тянет? С двушкой затягивается, потому что резьба алюминиевая. И там большим усилием можете просто вырвать и будете стоять, чесать репу. Мы просверлим, чуть наживим, проверим, что все крепится. Затем все это разберется, и мы вымоем весь блок и приступим к сборке нашего двигателя. И второй у нас нюанс. Вам нужно знать, чем? Нам нужно будет сверло на 10 по металлу. Нужно будет сверло там 4 миллиметра. Это под штифт, вот это крепление. Но тут не обязательно можно наживить. Нужно будет 2 метчика. Сейчас я их покажу. Первый и второй номер. Это они у нас, если мне не изменяет память, 12 с шагом 1.25. Вот их 2. Для того, чтобы это все установить. Поэтому заканчиваем, я уже сказал, теорию. Начинаем это делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По ценовой политике мы с вами разобрали двигатель, собрали двигатель, загильзовали, врезали масляные форсунки, поменяли цепи ГРМ, поставили новые вкладыши на коленвал, поменяли все ролики приводного ремня, натяжной, обводные, поставили новый ремень, соответственно масла, фильтра это все понятно. В среднем у человека вышло в пределах 125 тысяч ремонт, да, может быть не совсем дешево, но в принципе нормально, при условии, что если ставить новый блок, то только блок стоит 107 тысяч, если ставить новый двигатель, то двигатель порядка 197 тысяч у нас. Пожелаем нашему клиенту успехов, пусть он катается, радуется на машине, проделанной работе, сейчас вам бы хотелось показать, ну тут у нас ездят электрички, стуков нет, все работает хорошо. Действуют ли масляные форсунки, о чем в принципе было видео, как их врезать или нет, узнаем, ну по прошествии какого-то времени, либо человек к нам приедет, еще раз, ну надеюсь, что нет, может будет какая-то другая ремонт, и у нас будет возможность посмотреть, идут ли задиры или нет. Таким образом, люди, приезжайте к нам, поможем вам, сделаем. Если у кого-то остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо приезжайте к нам, вживую пообщаемся, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и узнавайте больше о ремонте корейского автопрома.